Поэтому всем еще раз добрый вечер, рад вас приветствовать на первом открытом занятии курса про текучесть. Тема достаточно важная и актуальная для многих компаний, это снижение текучести в компании. Сегодня мы поговорим, что такое текучесть и ее причины. Вот у нас сайт курса, если вы захотите узнать об этом курсе более детально, можно перейти на сайт и посмотреть. Вдруг, ну такое бывает, с кем-то мы еще не знакомы, меня зовут Майк Притула, в разных компаниях я работал. Но с точки зрения текучести, любопытно, что в Альфа-банке, работая еще на должности старшего или ведущего рекрутера, уже даже тогда я занимался анализом текучести. Так получилось, что это была моя обязанность, анализировать всю текучесть в банке, готовить выводы, внедрять экзит-интервью и так далее. Ну и потом, конечно же, в других компаниях, где я работал, тоже работал с анализом текучести. В работе полагаюсь на лучшие мировые практики, вот список на экране, за которыми я регулярно слежу. Некоторые, кстати, из них мы сегодня будем упоминать. И буду благодарен, если напишите немного о себе, город, должность и компания. Кто смотрит в Фейсбуке, там можно тоже писать, для того, чтобы мы с вами познакомились. Ну и будет понятно, кому тема интересна. Так, Ольга, вижу Харьков, вы написали. Можно еще должность и компанию написать. Вот. Поэтому вы пишите, я пойду дальше, чтобы не ждать. Как только вы напишите, я зачитаю информацию о вас. Те, кто уже на курсе, вас ждут домашние задания. Домашние задания нужны для получения диплома. Вот. Сегодня у нас первое занятие курса. Сегодня мы поговорим об основных причинах текучести и что это такое. На втором занятии мы поговорим, как измерять текучесть. На третьем, как проводить исследования. На четвертом, как разработать программу снижения. На пятом, как ее внедрить. И на шестом, подведем итоги. Так, Ольга вот дополнила. HR-менеджер, компания WebMeridian. Круто? Спасибо, что написали. Вот. На занятии сегодня мы поговорим детально вот о чем. Это исследование причин текучести и поиска новой работы в мире. Поговорим про основные причины текучести. Как текучесть связана с удовлетворенностью, лояльностью, мотивацией и вовлеченностью. Поговорим, как компании замеряют вовлеченность. И как автоматизировать замер текучести. Вот такой план у нас с вами на сегодня. Мы говорим сегодня и дальше на этом курсе о текучести. Но вдруг не все понимают, как ее считают, что это такое. Поэтому покажу формулу. Текучестью называют показатель, который показывает, с какой скоростью, с каким темпом сотрудники увольняются из компании. Чаще всего текучесть считают за год. Например, за 2019 год вы можете посчитать. Считается она как количество людей, которые у вас ушли, например, за прошлый год. Разделить на количество людей, которые работали в среднем в прошлом году. То есть вы знали, да, сколько у вас в среднем было людей. Вот. Выражается это все в процентах. Если у вас численность людей в течение года менялась, то вы берете среднее арифметическое за прошлый год. То есть обычно это считают, как сумма всего количества каждый месяц разделить на 12. Вот. Вот так вот считается текучесть. Ну и обычно это какой-то процент. Минимальный 0%, если никто не уволился. Максимум может быть до бесконечности 100%, 200%. В некоторых индустриях. Например, ресторанный бизнес, где люди уходят часто. Вот. Вот что такое текучесть. С точки зрения понимания текучести, очень важно знать разные исследования. Важно понимать, что нам говорят исследования в мире, что говорят люди, которые принимают участие в таких исследованиях. И к нашему большому счастью, такие исследования существуют. Более того, нам доступны исследования на русском языке. Для тех, кому английский язык не родной или не близкий, можно изучить. У студентов курса эти исследования будут доступны в дополнительных материалах. Для всех остальных я сегодня в занятии покажу основные моменты из исследований. Значит, мы будем полагаться на два исследования. Одно из них исследование – компания Randstad, которая покрывает все страны мира. Оно достаточно масштабное. Компания Randstad – одна из ведущих консалтинговых компаний в Европе. Хед офис располагается, если не ошибаюсь, в Амстердаме. И вторая компания Hays – это известная рекрутинговая компания, которая провела отличное исследование в России. Таким образом, ее исследования максимально близко к таким странам, как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и другие русскоговорящие страны. Потому что, как показывают абсолютно разные исследования, основные моменты у нас похожи. Анализируя исследования Deloitte, Mercer, например, Gallup и другие, мы всегда видим, что Украина, Россия, Беларусь, Казахстан – они достаточно близки по разным показателям. Итак, что же нам говорят эти исследования про такие важные и интересные вопросы, как текучесть и ее причины? Первый вопрос. Искали ли респонденты работу в течение года? Обратите внимание, как много людей находились в поисках работы. 42% ответили, что да, мы отвечали на интересные предложения, но активно поиском работы не занимались. И только 25% нет, не искали работу. 33% были в активном поиске работы. Это те, кто, собственно говоря, большинство из них работу и сменил. Это мы увидим по другому исследованию. То есть текучесть – это действительно то, что касается на сегодняшний день любую компанию. Люди сейчас очень подвижны. Очень подвижны. Особенно во время кризиса, во время глобальной нестабильности, как текущий 2020 год нам показывает, что все очень сильно динамично меняется и нестабильно. Люди становятся в этом мире еще более подвижны. Потому что как только они видят какие-то риски для себя, они пытаются себя перестраховать. Идем дальше. Задумывались ли вы о смене сферы деятельности? Обратите внимание, как много людей об этом думает. 57% людей – да. И только 39% нет. Представляете? То есть люди задумываются о том, куда им дальше перейти. С чем это было связано? А теперь вот причины. Причины, которые будут близки к теме текучести. Здесь не прямые причины текучести, а прямые, мы говорим позже. Открыли талант к другой деятельности – 34%. 28% разочаровались в профессии. И 26% решили заняться собственным бизнесом. Остальные уже в меньшей степени. И также задумывались ли вы о перерыве в карьере? 48% ответили, что да. Представляете? То есть люди, и это действительно так, это подтверждает и мой опыт, на сегодняшний день уже начинают думать не только о работе, а о неком балансе работы и жизни. И для работодателя это тоже повод задуматься. Особенно для тех компаний, где баланс между работой и остальной жизнью человека не очень гармоничен. То есть люди прям сильно-сильно выкладываются на работе и больше ничего, кроме нее, не видят. Идем дальше. Что еще говорят исследования? Причины поиска работы. Наверное, то, что больше всего интересует компанию-работодателя, которая задумывается о снижении текучести. А снижение текучести – это прежде всего удержание тех, кто еще не ушел. То есть с точки зрения снижения текучести, компании даже может быть более интересно узнать, что может заставить уйти тех, кто еще не ушел, чем узнать, а почему ушли те, кто ушли. Хотя полезны и первое, и второе. Но вот еще раз. С точки зрения анализа текучести важно понимать не только, почему люди ушли, те, кто ушли, но и почему могут уйти еще те, кто не ушли. Потому что те, кто ушли, мы их уже удержать не можем. Те, кто еще не ушли, мы их можем удержать, зная, что их может заставить уйти, мы можем изменить ситуацию. Так вот, с точки зрения того, что может заставить уйти людей из компании, не удовлетворяла заработная плата 46%. Как мы позже увидим это и по другим исследованиям, действительно, заработная плата на сегодняшний день именно в нашем регионе, так не во всем мире, скажу сразу, в странах с более высоким средним доходом человека заработная плата будет все ниже и ниже с точки зрения значимости. То есть есть, я это вижу прям зависимость между уровнем заработной платы в среднем стране и значимостью. Чем ниже зарплата, тем больше она влияет на все факторы работы. Ну и наоборот, чем выше зарплата, тем меньше она важна для человека, потому что он уже начинает думать о других вещах. Дальше. На втором месте не было возможности карьерного развития. Тоже второй пункт. И тоже по многим исследованиям, которые я читал, и по моим внутренним исследованиям в компании, это действительно один из важнейших пунктов. Третий пункт, он близок ко второму. Если второй предполагает изменение должности, то третий предполагает развитие на текущей должности. Звучит так. Не было возможности развивать профессиональные навыки и учиться новому. Топ-три пункта, которые набрали свыше 30%. Все остальные в меньшей степени вынудили человека искать работу. Дальше. Что может удержать в текущей компании? Мы на этом курсе будем говорить про проведение исследований внутри компании, поиска, что в вашей компании может заставить людей уйти. Как вы можете удерживать сотрудников. Но что говорят нам глобальные мировые исследования? Что людей в текущей компании может удержать 71% более высокая заработная плата. То есть люди заинтересованы в том, чтобы зарабатывать больше, и это с точки зрения именно удержания работает. 53% повышения в должности. В принципе, полностью пересекаются первые два пункта с причинами поиска. 36% интересные проекты и 32% возможность релокации за рубеж. То есть возможность рано или поздно переехать. Действительно, миграционное настроение в России, в Украине, в Беларуси среди сотрудников достаточно высокие. Люди об этом подумывают. И, в принципе, высокий уровень миграции есть. Люди об этом думают активно. Давайте еще рассмотрим еще один пункт. Все-таки небольшой отрыв между четвертым и пятым. Расширение бонусного пакета. Именно бонусного. То есть бонусы. Фактически те же самые деньги. Вот что может людей удержать. Возможно, именно сейчас вы увидели основную причину в зарплате. Вы увидели зарплату как основной элемент удержания и подумали. Ну, значит, закрываем мы эту книжку. Нам это неинтересно. Зарплату мы поднять не можем. Так вот, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Действительно, многие компании не могут пересмотреть заработную плату из-за того, что ситуация в бизнесе не располагает к этому. Компания не такая уж и прибыльная. Бизнес в текущем году не растет, например. Я это понимаю. Это известная такая штука. Это не означает, что компании теперь нужно расслабиться и просто терять людей, смириться с текучестью. Почему? Объясню. Кроме заработной платы, которая важна, действительно, мы это видим по всем графикам, кроме заработной платы есть другие пункты, которые не так уж и далеко от нее находятся. Например, карьерный рост в первом случае разница 4%, во втором случае 18%, но при том, что цифры достаточно большие. То есть у компании, у которой нет возможности пересматривать заработную плату, повышать заработную плату, остаются инструменты удержания сотрудников. Это означает, что если заработная плата у вас жестко фиксирована, я с таким сталкивался, я проходил с компанией через кризис, когда курс доллара вырос в два раза, и компания не могла два года пересматривать заработную плату. Нам удалось удержать текучесть в разумных пределах. Там, например, у нас была текучесть 16%, мы удержали ее на уровне 18%, не допустили скачка до 25% или 30% или 35%. То есть можно удерживать. Здесь мы видим общие вещи, как именно в вашей компании можно улучшать удержание сотрудников, снижать текучесть. Это мы узнаем на последующих занятиях, потому что это требует исследования ситуации в вашей компании. Инструменты я вам покажу, сообщу, передам. То есть мы это все сделаем. Пока идем дальше. Пока знакомимся с тем, а что же происходит в мире и вокруг наших компаний. Идем дальше. Чем готовы жертвовать респонденты ради прибавки к заработной плате? Готовы перерабатывать. Это хорошая новость для компании. Если какой-то отдел не догружен, догрузив, не брать еще одного человека, догрузить и давать какую-то прибавку, это может быть неплохим решением. Пожертвуют офисом, то есть территориальное расположение, оснащенность рабочего места. Готовы отказаться только от части социального пакета. Это топ-3. Ну и два следующих полностью откажутся от социального пакета. и не готовы чем-либо жертвовать ради повышения заработной платы. Тоже 21%. Все-таки важно понимать, что вот прям сказать, мол, давайте мы поднимем людям зарплату и просто откажемся от обучения, тренингов, бенефитов и всего остального, офисы и так далее. Ну не очень хорошая стратегия. Дальше. Делали ли работодатели контрпредложение текущим сотрудникам? 47% ответили, что да. И вот здесь у меня следующий вопрос к вам. Скажите, а ваши компании делают сотрудникам контрпредложения, когда они говорят, что куда-нибудь хотят уйти или приносят предложения от других компаний? Значит, кто смотрит в Фейсбуке, вы можете это в Фейсбуке написать, кто смотрит в Зуме, напишите, пожалуйста, в Зуме. Плюс или минус. Делает ли, если у вашей компании такая практика, делать контрпредложение, что человек уходит, а мы ему, давай мы тебе тут заплатим, сколько там тебе дают, столько-то, давай мы тебе тут столько заплатим. Вот, поставьте плюс. Ага, вот вижу, один ответ – нет. Компания не делает. У некоторых компаний это, конечно, принципиальный момент – не делать. Иногда делаем, но редко. Второй ответ. Окей. Что интересно, оставались ли сотрудники в компании в последующий год после принятия контрпредложения? 81% сказали, что да. А вот, если вы рассматриваете вариант контрпредложений, они работают. Это говорит статистика. Что чаще всего предлагают работодатели, делая контрпредложения? Ну, понятно, более высокую зарплату и повышение в должности. Иногда это расширение круга обязанностей, ну и другие факторы уже в меньшей степени. То есть, ага, вот вижу, еще в Фейсбуке ответили «Кристина плюс». Окей. То есть, компания это делает, это работает. Действительно, такая тактика есть. Идем дальше. Еще одно исследование. Это у нас был Хейс, внизу здесь видно, да. Еще одно исследование, тоже очень интересное. Что ищут люди, на что обращают внимание при поиске новой работы и как это меняется с течением времени. Хорошая оплата труда здесь тоже, это уже другой опрос, другая компания, здесь уже другая география, это весь мир. Хорошая оплата труда на первом месте. Баланс между работой и личной жизнью на втором. Гарантия занятости на третьем. И приятная рабочая атмосфера на четвертом. Хочу вот здесь сфокусироваться. Гарантия занятости, что это имеется в виду? Это то, что сотрудник понимает, что с этой компанией работу он не потеряет. Это значит, что у компании стабильное положение на рынке, прогнозируемые условия труда, своевременная выплата заработной платы, четкие прозрачные принципы оценки эффективности и увольнения сотрудников. Вот люди этого хотят. Особенно сейчас, когда мир очень переменчив. Если компания готова гарантировать стабильность, то такая компания может быть более привлекательной, чем компания без стабильности, но с чуть более высокой зарплатой. Идем дальше. Основные причины текучести. Там мы смотрели по людям, которые меняли работу, рассматривали работу. Здесь же конкретно по тем, кто четко поменял работу в прошлом году. Значит, 19% людей в мире, 19% сменили работу в прошлом году. Это означает, что средний показатель текучести в мире 19%, а это если вы в поисках, с чем себя сравнивать. При этом существует разница в разных регионах. Самый активный регион, там, где больше всего люди меняют работу, это Россия, 23%. То есть выше, чем средняя на 4%. Потом у нас идет Северная Америка, Латинская Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. 17%. Вот, собственно говоря, с чем мы можем себя сравнить. Но это общее. Дальше. По какой причине люди сменили работу в прошлом году? Низкий уровень оплаты труда. Повторюсь, это весь мир. Если до этого мы смотрели больше Россия, Юлия – это прошлый год. То есть такой отчет, как мы рассматриваем сегодня, готовится за год. Когда закончится этот год, будет очередной отчет за 2020 год. Пока год не закончился, мы знакомимся с полностью завершившимся годом. Да, прошлым. Да, 19-й год. Ну, прошлый был 19-й. Пока еще. Итак, значит, низкий уровень оплаты труда – это 39%. Отсутствие перспектив карьерного роста – 37%. Первые два пункта, они точно совпадают с исследованием компании Hays, которое мы смотрели до этого, по России. Только там проценты чуть другие, но первый и второй пункт совпадают. Третий пункт в мире – отсутствие баланса работы и личной жизни. То есть вот это вот work-life balance, well-being и прочие программы – здесь они уже проявляются. Если люди за работой не видят жизни, они уходят. Отсутствие возможности отличиться – 28% и недостаток признания заслуг – 28%. Я могу сказать, что на самом деле два последних пункта, они во многом зависят от руководителей. Вот, поэтому можно сказать, что здесь и роль руководителя очень большая. Дальше. Теперь те, кто планирует сменить работу. Значит, 4 из 10 людей, планирующих сменить работу, останутся. Вот теперь, что может удержать людей в мире. Если получат хорошую оплату труда, баланс и гарантию занятости. Вот, снова у нас гарантия занятости здесь – один из топ-3 факторов. Причем, интересно, раньше он был в меньшей степени. То есть, если мы посмотрим гарантию занятости в 2019 году. А, ну, в некоторых годах он даже был больше. Последние несколько лет они очень такие кризисные, поэтому люди в поисках гарантии занятости. Вот так, это не здесь. Дальше. Приятная рабочая атмосфера – это то, что людей удерживает. И карьерный рост. Вот снова карьерный рост, да, который люди, из-за которого уходят из компании, если его нет. И то, что удерживает компанию, если он есть. Идем дальше. Теперь разница по странам. Значит, здесь я вам вывел те страны. У этого отчета страны еще больше, у Ренстата. Вот, повторюсь, у студентов курса он будет в полном формате, как и исследования ХЭЙС. Ну, вот, можем сравнить. Значит, уверен, что и вижу, что здесь из России, из Украины. К сожалению, не сильно было много данных по Беларуси, по Казахстану, чтобы вывести их как отдельные страны. Но, повторюсь, что очень часто анализ России и Украины и Беларуси и Казахстана показывает, что оценки очень близки. Даже здесь, посмотрите, например, Россия 79%, Украина 79%, Россия 27%, Украина 26%. То есть, Беларусь и Казахстан, они будут с минимальным отличием в процентах. Поэтому, если вы не из России, не из Украины, просто смотрите на любую из этих двух стран, и у вас, скорее всего, будет то же самое. Да, вот это ж по странам, по Казахстану нету. Вот, как раз я и говорю, что в Казахстане, Казахстан может смело смотреть на Россию, потому что данные будут максимально близки. Так вот, что можно выделить по нашим странам? Хорошая оплата труда, она еще более важна в наших странах, чем в других. Да, вот 79% Россия, 79% Украина. Мы здесь больше не видим нигде таких высоких оценок. То есть, Румыния, 70% это максимально ближайшая страна. Баланс работы и личной жизни здесь у нас 27%. Да, вот Россия и Украине они менее важны. Именно поэтому в исследовании Хейс, которое мы смотрели до этого, не было такого пункта. Что здесь еще отличается? Вот финансовая стабильность, прошу обратить внимание, 59% в России и 48% в Украине. Тот фактор, который в других странах в меньшей степени проявлен, наши кандидаты, наши сотрудники это требуют. И интересная работа, тоже забавная. Россия 48%, Украина 45%, а в других странах разница не такая большая. Только исключение Швеции и Норвегии. В некоторых странах интерес к работе не так важен. Ну, а остальные показатели плюс-минус схожи за другими странами. Вот. Вот, что хотят сотрудники. Дальше, связь. Связь текучести с удовлетворенностью и мотивацией. Значит, есть очень высокая связь текучести с удовлетворенностью и с мотивацией. Потому что люди, которые недовольны работой, люди, которые не замотивированы, они будут уходить. Поэтому, какие наиболее важные материальные факторы демотивируют профессионалов? Здесь снова исследование компании Hays. Вот. Здесь нематериальные будут на отдельном слайде. Давайте посмотрим здесь. То есть, иными словами, что способно демотивировать людей из материального? Недостаточный уровень заработной платы. И здесь у нас на первом месте. На втором, несвоевременная выплата заработной платы. Это очень интересный пункт. Потому что все-таки задержки заработной платы иногда присутствуют в наших странах. Я об этом иногда слышу. Это высокий фактор демотивации. Если это есть, люди будут склонны уходить. Более того, есть разные нюансы. По закону многих стран, Украина, Россия, Беларусь, заработную плату можно платить примерно до 10 числа следующего месяца. И нужно платить аванс. Кто-то платит вот так вот. Например, когда я работал в банке, в Альфа-банке, у нас была очень крутая система выплаты заработной платы. Мы ровно половину заработной платы получали в середине месяца. То есть, мы отработали 15 дней. Вот с начала месяца я вышел, 15 дней отработал, я получаю аванс. Может быть, не 50%, а может быть, 45%. И ровно в конце месяца я получаю весь остаток. То есть, я не жду начала следующего месяца. При этом я знаю, что многие компании делают по-другому. Платят минимальный аванс и платят заработную плату в последний возможный день, который только можно заплатить. Это минус. Так, здесь у нас вопрос. Не пойму, как проценты распределены. Не из 100 каждый показатель. В итоге не 100 получается. Да, Юлия, в таких опросах, как на этом слайде и в других, схема работает не в том плане, что человеку дают список и говорят, выбери только один пункт. А обычно дают список и просят выбрать несколько пунктов. Да, и получается, что 80% здесь означает, что из всех людей, которым дали этот список, 80% выбрали этот пункт как важный для них. При этом 20% людей, которые получили этот список, данный пункт не выбрали. То есть, человек мог выбрать только то, что его реально демотивирует. Вот такая технология подсчета. Да, да, да. Ну, это распространенная техника в такого рода исследования. Особенно, когда много пунктов. Так, сокращение бонусов или премий. Это фактор, который во многих компаниях в этом году сработает или уже сработал. Вот прошу обратить свое внимание, точнее, ваше внимание, да, что сокращение бонусов или премий действительно демотивирует людей и действительно способно подстегнуть рост текучести. То есть, люди могут уходить более активно. Поэтому, принимая решение о невыплате бонусов или премий, прогнозируйте, что произойдет, какая будет реакция и что вы можете сделать, чтобы сбалансировать, да, чтобы люди не разошлись. Обратите внимание, четвертый пункт – штрафы. Это то, что в мире, конечно же, не принято. То, что фактически лежит вне закона. Компании штрафуют за счет депримирования. Это называется на языке закона депримирование, потому что штрафы запрещены. Если мы говорим про официальную оплату, там, где оплата неофициальная, там штрафы действительно. Вот, 50% людей это демотивирует. Ну и еще один значимый пункт, остальные уже в меньшей степени – отсутствие медицинского страхования. Людей демотивирует. Теперь, какие нематериальные факторы способны демотивировать? Тоже очень интересные данные. 70% для меня, например, вполне ожидаемо. Я удивился, что этого пункта не было в исследовании международного, исследовании Ренсат. Некомпетентный и неэффективный управленческий состав компании. То есть руководитель, который не соответствует своей должности, мягко говоря. На втором месте – недружелюбная корпоративная культура. Есть такое понятие – токсичная корпоративная культура. Это там, где постоянно принято друг на друга атаковать, наезжать, оскорблять, обижать, доносить и так далее. Личность руководителя – 56%, конфликты с коллегами – 47%, отсутствие возможности карьерного роста – 42%. Ну и дальше пункты идут по убыванию. В принципе, здесь много-много чего еще. Более равномерное распределение. Если здесь была яркая выраженность первых пяти пунктов, то здесь из нематериального все пункты по чуть-чуть убывают. Ну, кроме первого, который очень большой. Поэтому эти факторы демотивации я рекомендую применить к своей компании с точки зрения анализа. Например, а насколько у нас присутствует каждый из этих факторов? Делаем ли мы так? Помогаем ли мы сотрудникам сделать так, чтобы этого не было? Если у вас что-то присутствует или что-то вы не помогаете, то готовьтесь. Ну, я думаю, что вы уже видите высокую текучесть. Если пока еще не видите, то, скорее всего, она не даст о себе долго знать. Ну и мы сегодня изучаем основные пункты, но, конечно, важно анализировать все пункты. Потому что мы сегодня смотрим на среднее по стране или среднее по миру, а в вашей компании какие-то факторы могут быть более значимые. Об этом мы будем говорить на последующих занятиях, как провести исследования о вашей компании, что вообще происходит. Потому что ваши сотрудники, ну, конечно, в какой-то степени они будут точно так же, как и все сотрудники других компаний, но в какой-то степени они будут уникальны, у них будут там свои нюансы. Дальше. Демотивация с точки зрения сравнения разных полов. Значит, отсутствие возможности работать из дома. 25% женщин, 19% мужчин – это те показатели, где есть значимые отличия. У некоторых показателей значимого отличия по полу нет, у некоторых есть. Конфликты с коллегами больше беспокоят мужчин, личность руководителя – мужчин, отсутствие вызовов – мужчин, чрезмерный контроль со стороны руководителя – женщин больше демотивирует, и публичная критика выговора женщин. Вот такая вот любопытная статистика. Идем дальше. Связь текучести с лояльностью. Это была удовлетворенность и мотивация. То есть мы видим, что есть связь и что конкретно влияет с точки зрения лояльности. Что говорят цифры? Существует ли лояльность к работодателю? 51% говорит, что да, это есть. Что на самом деле хорошо, потому что если бы было большинство «нет», то было бы совсем печально. Да, но она не может быть постоянной. Ответили 26%. Нет, я не верю в лояльность к компании, но верю в лояльность к руководителю – это 18%. И остальные варианты очень слабо развиты. Дальше. С точки зрения того, насколько люди лояльны, от совсем не лояльны до очень лояльны, распределение оценок вот такое. В основном больше всего ответов 22% лежат между цифрой 8 и 9. Даже скорее 8, так как тут цифра 10 сюда уходит. Если кто-то из вас знаком с опросником лояльности, он называется ENPS, то вы, наверное, знаете, что цифра 8 и 7 означают, что сотрудник нейтрально относится к компании. Цифра 9 и 10 означают, что он сторонник или промоутер компании. И от 1 до 6, что он критик. Здесь мы видим ситуацию, что здесь только 22%, а здесь даже больше, чем 22%. То есть в целом индекс лояльности скорее отрицательный, чем положительный. Что тоже не улучшает удержание сотрудников компании. Как определяют лояльность к компании профессионалы? Что говорят люди? 48% считают, что лояльность – это преданность компании, даже сложные для бизнеса времена. Большинство практически единогласно, все остальное сильно ниже. 17% – высокое качество работы и энтузиазм, а 11% – затрудняюсь ответить. Ну, забавно сравнить с пониманием лояльности для компании. Обычно компания о лояльности говорит, когда сотрудник готов работать с компанией долго. В принципе, к какой-то степени пересекается, а где-то, может быть, отличается. И еще один важный элемент связи текучести – это связь текучести с вовлеченностью. Это еще один важный пункт, на который компании сегодня обращают особое внимание. То есть, с точки зрения анализа текучести, сравнивая текучесть с удовлетворенностью, мотивацией, лояльностью или вовлеченностью, на сегодняшний день компании больше находятся в поисках, как текучесть связана с вовлеченностью. Почему? Потому что на сегодняшний день вовлеченность становится таким универсальным индикатором многих вещей и многих элементов компании. Что говорят исследования? Тут, с точки зрения вовлеченности, у нас есть компания «Лидер», компания «Галлоп». Что говорят ее исследования? Что в мире только 30% людей действительно вовлечены. К сожалению, это невысокая оценка. При этом, в компаниях, где сотрудники вовлечены, на 25% ниже текучесть. То есть, помимо всего прочего, помимо того, что выше удовлетворенность потребителей, выше продуктивность, выше прибыльность, много положительных факторов для компании в вовлеченности. Но именно с точки зрения текучести вовлеченность имеет большое значение. Идем дальше. Значит, опросник «Галлоп», который измеряет вовлеченность, называется «Галлоп-Q12». Я уверен, что большинство из вас о нем уже слышали. Поэтому давайте посмотрим. Поставьте «плюс», кто уже знаком с таким инструментом. И «минус», если вы сегодня сталкиваетесь с ним в первый раз. Тот, кто смотрит в Фейсбуке, тоже можете поставить. Я увижу ваши оценки. И учту в анализе того, кто сколько ответил. Так, вот вижу «минус», «минус», «Ольга», «Юлия». Спасибо. Так, что нам скажет наш дорогой Фейсбук? Вот, ну окей, да. Если два минуса, то стоит точно. А вот еще Аксана прокомментировала «минус». Если большинство минусов, значит, стоит остановиться подробнее. Опросник «Галлоп-Q12» разработан компанией «Галлоп». Компания «Галлоп» — одна из ведущих консалтинговых компаний в мире. Она проводит, она, точнее, предоставляет разные услуги клиентам. В основном это услуги, связанные с повышением эффективности бизнеса. А вот вижу, Ира поставила «плюс». И, наверное, один из самых известных их продуктов — это исследование вовлеченности. В их исследовании вовлеченности приняло участие огромное количество людей по всему миру. То есть там уже счет идет на десятки миллионов. Их опросник вовлеченности примечателен тем, что в нем всего лишь 12 вопросов. То есть он один из самых лаконичных, поэтому с ним очень удобно работать. И опросник вовлеченности «Галлоп» — он научно обоснован в том плане, что компания занимается исследованием вовлеченности уже много лет. Она сравнивает вовлеченность с эффективностью и понимает, что там, где высокая вовлеченность, там, собственно говоря, и высокая эффективность. То есть проведен статистический анализ, найдена корреляция. Поэтому на сегодняшний день опросник «Галлопки-12» — один из самых самых. Здесь у нас для тех, кто планирует использовать опросник в своей компании, я добавил ссылочку. То есть вы сможете нажать на ссылку, перейти по адресу и создать копию опросника для себя. Так вот, если мы посмотрим опросник вовлеченности, в нем компания «Галлоп» выделяет 4 вопроса, которые связаны с текучестью. То есть 4 фактора. Если в этих вопросах все хорошо, и сотрудники говорят, что да, все нормально, то текучесть будет ниже. И наоборот, если есть проблемы, то текучесть будет высокая. Вот эти 4 вопроса. Первый вопрос. Знаете ли вы, каких именно результатов от вас ожидают на работе? Этот высоко связан. Если люди не знают, что от них ожидается на работе, то высокая вероятность того, что они будут увольняться, не понимая, что от меня хотят. Второй вопрос. Есть ли у вас все материалы и оборудование, необходимые для качественного выполнения работы? То есть ресурсы, которые позволяют работать. Третий вопрос. Заботится ли ваш начальник или кто-либо из коллег о вас как личности? И четвертый пункт. Полагаете ли вы, что миссия и цель деятельности вашей компании помогают вам осознать важность вашей работы? Вот такие 4 вопроса. Как это объясняет «Галлоп»? Тут у нас есть расшифровка по каждому из этих 4 вопросов. Например, первый. Знаете ли вы, каких именно результатов от вас ожидают на работе? «Галлоп» говорит, что этот вопрос очень сильно предсказывает будущую текучесть. Ну, кроме других показателей. Если люди не знают, что от них ждут на работе, то стоит ждать рост текучести. В конце, последний пункт в этом описании, указано, что именно... Сегодня мы, так знаете, в первом приближении погружаемся в тему текучести, поэтому сегодня очень кратко. Указано, что именно может сделать компания, чтобы исправить ситуацию в этом пункте. Например, начать ставить сотрудникам цели регулярно. Например, с помощью метода OCR. Objective-sync-care-results. То есть ежеквартально, со всеми нюансами этой системы. Второй вопрос. Также имеет высокую связь с текучестью. Это наличие материалов и ресурсов. Что сотрудникам крайне сложно работать, если компания и руководитель не выделяют те ресурсы, которые нужны для эффективной работы. Третий вопрос тоже связан. То есть здесь компания Gallup говорит, что компании, у которых проблемы с этим пунктом, у них текучесть на 37% выше. То есть когда о сотрудниках руководители не заботятся, вот если сотрудники массово отвечают, что нет, о нас никто не заботится, то в таких компаниях, согласно исследованиям, на 37% выше текучесть. И четвертый пункт. Значит, это про наличие в компании понимания культуры. Ради чего существует компания, чем она занимается и как я в это все встраиваюсь. Здесь компания Gallup говорит, что текучесть персонала в компаниях, где все хорошо, на 15-30% ниже, чем у других компаний, где нет понимания, какая же миссия или цель деятельности этой компании. Вот какая существует взаимосвязь между вовлеченностью и текучестью. Что еще интересно, кроме компании Gallup, которая проводит много лет уже исследования, хорошее исследование проводит и компания Google. Например, у компании Google было исследование, что необходимо для эффективной работы команды. И здесь мы тоже можем заметить многие вещи, о которых мы уже сегодня говорили. Например, психологическая безопасность, зависимость участников или команды друг с другом, структура и ясность, значение работы, влияние работы. Таким образом, хочу подытожить, факторы, которые влияют на удовлетворенность, мотивацию, вовлеченность и текучесть, они очень тесно взаимосвязаны и сплетены. Компания, которая начинает системно работать в направлении улучшения ситуации по этим факторам, она не только с текучестью борется. Это хорошая новость, если вы задумались о том, как нам снизить текучесть. Хорошая новость для вас, что вы, кроме снижения текучести, если вы будете работать над этими факторами, получите еще много дополнительных побочных действий. Таких как рост удовлетворенности, вовлеченности и так далее. Так, вопрос от Юлии. А Google делает опросы и исследования только на своих сотрудниках? Именно Google только на своих. Да, Google не проводит. У них своих сотрудников на сегодняшний день уже больше 200 тысяч людей в более чем 100 странах мира, поэтому им достаточно для того, чтобы понимать ситуацию. Ну, их не особо интересуют другие компании, вот поэтому именно Google только для себя. Дальше. Текучесть важно отслеживать регулярно, важно измерять. Многие компании, к сожалению, текучесть не измеряют. Я с этим сталкиваюсь. Часто спрашиваю у студентов, ну и так, когда вебинары провожу. Не все компании считают свою текучесть. Вот поэтому я рекомендую как минимум начать ее считать. Также у компании обычно есть некие инструменты, которые помогают считать текучесть. Даже финансовые инструменты, такие как 1С или SAP, уже могут считать текучесть. То есть можно увидеть, можно сформировать отчет, настроить точнее отчет, и будет известна текучесть. Есть компании, которые внедряют такие инструменты, как BI, Business Intelligence. Они внедряют там Power BI, Tableau, Uleek, Google Data Studio. Я рекомендую туда тоже выводить отчет по текучести. Ну и у HR-ов тоже есть своя система, называется система автоматизации HR, или HR-IS, Human Resources Information System, где отчеты по текучести тоже чаще всего зашиты. Так, тут вопрос. Это только одна сфера, а где можно посмотреть в разных сферах? Юля, отвечаю на вопрос. Вас интересует текучесть в разных сферах? Наиболее точные данные текучести в разных сферах – это данные из обзора рынка заработных плат и зарплатных практик, или HR-практик, таких компаний, как HAY и также Ernst & Young. В некоторых индустриях HAY лучше представлен, в некоторых индустриях Ernst & Young. Тут лучше всего у них купить отчет, вы увидите там не только текучесть, но еще очень много информации. Так, и второй вопрос от Ольги. Насколько корректно выстроить экзит-интервью на опроснике Q12 для факторов, не связанных с зарплатой? Ольга, мы будем говорить про экзит-интервью обязательно на этом курсе. В какой-то степени можно в экзит-интервью задавать вопросы с Gallup Q12. Нужно дополнить и другими вопросами. Окей, идем дальше. Покажу пример, как это работает в системах автоматизации HR. Есть, например, такая система, как PeopleForce. Она русскоязычная, у нее есть очень много модулей. Вот прямо в этой системе есть анализ текучести, есть информация о принятых, об уволенных. Вот в чем прелесть систем автоматизации. Если вы их используете, если ваша компания использует, то вам и строить ничего не нужно. На сегодняшний день многие системы позволяют не просто текучесть анализировать, а анализировать по причинам увольнения, по типам текучести, выстраивать помесячно, сравнивать год к году. Экспортировать отчеты и так далее. Поэтому я огромный сторонник системы автоматизации в целом. Поэтому если ваша компания пока еще не использует системы автоматизации HR, тема текучести персонала еще один аргумент. То есть я стараюсь на всех темах показать полезность системы автоматизации HR. С точки зрения текучести это тоже очень полезно, иметь такую систему. То есть там это все можно видеть. Теперь домашнее задание для тех, кто уже на курсе. Сегодня оно достаточно простое. Мы сегодня не углубляемся в какие-то причины текучести, в исследования и так далее. Сегодня, ну, причины в смысле посчитанные по процентам. Сегодня мы очень просто. Нужно ответить на вопрос, основные причины текучести персонала в вашей компании, на основании тех данных, которые вам известны. Опишите, откуда вы узнали их, да, какие-то, может быть, источники вы использовали, может быть, есть экзит-интервью у вас. И, опять же, ваше экспертное мнение. А как вы считаете, что могла бы сделать ваша компания для снижения текучести? Вот пока это такие легкие вопросы для раскачки. Дальше будут уже более узкие вопросы. Вот такие вопросы сегодня. С точки зрения книг, книги, которые бы описывала только текучесть персонала, вот такой известной, тем более на русском языке, конечно же, нет. Зато есть книги, которые связаны с культурой или с мотивацией сотрудников, или с опытом сотрудника. Вот они на экране. Я рекомендую с ними ознакомиться, если вы что-то из этого не читали. Вот, почитайте. По размеру книги можно определить, какую книгу стоит прочитать в первую очередь, какую во вторую, в третью, в четвертую и в пятую. Эти книги рекомендую изучить. На этом первое занятие вводное, где мы изучили основные причины текучести в мире и в наших странах, мы сегодня заканчиваем. На втором занятии мы детально поговорим, как же измерять текучесть компании, по каким срезам, какими инструментами. В общем, детально в это погрузимся. На этом сегодняшнее занятие подходит к концу. И я буду благодарен, если вы кратко напишите, что наиболее ценного для вас было сегодня. А с чем вы выходите, какую пользу для себя извлекаете. Может быть, у вас какая-то идея родилась. Вот, можете в качестве обратной связи написать. Это всегда интересно и всегда полезно. Те, кто смотрит в Фейсбуке, буду благодарен, если вы нажмете лайк и репост. Кто в Ютубе будет смотреть, там тоже можно лайкнуть. Вот, поэтому буду благодарен. Ну и в целом большое спасибо, что вы были сегодня онлайн, что вы интересуетесь этими темами, что вы хотите улучшить HR в вашей компании. Потому что каждый HR, работающий в компании, влияет в среднем на 100 сотрудников. То есть таким образом каждый из вас может улучшить хотя бы на чуть-чуть жизнь 100 людей. Так что вам за это спасибо. Обратная связь от Юлии. Спасибо, узнала много новых факторов, по которым сотрудники могут уходить, и что для них может быть важно. Классная у вас презентация. Спасибо, Юлия, большое за обратную связь. И спасибо за ваши вопросы сегодня. Спасибо, Ольге, за вопросы. Юлия и Ольга сегодня задавали. На этом сегодняшнее занятие заканчиваю. Всех, пользуясь случаем, приглашаю пройти курс. Потому что тема текучести, она для бизнеса реально важна. То есть это возможность сэкономить огромное количество денег для бизнеса. Ага, вот и Ольга написала. Основные причины текучести в мире и факторы, которые важны для сотрудника. Угу, понял. Все, друзья, большое спасибо за обратную связь, за ваше участие участникам курса. До следующей встречи ровно через неделю. Буду ждать ваши домашние задания. На этом все. Пока-пока. Скоро увидимся. Продолжение следует...